Привет, я в Макеевке. Ранним морозным утром я собрался в автопутешествия. Каждая поездка интересна в том плане, что хочется показать, как живут люди неподалеку твоего города. Многие не обращают внимания, как быстро проходит жизнь. Поэтому мы немного в другом ракурсе посмотрим на те места, которые люди видят каждый день. Не замечая, что время не остановить. Макеевка – город, примыкающий к Донецку с северо-востока. И если смотреть на карту, все это кажется единым городом. А вот если на местности, то Макеевка абсолютно самодостаточна. И вместе с тем два города чрезвычайно похожи. Но только выглядит Макеевка не как продолжение Донецка, а как такой своеобразный маленький Донецк. Название Макеевка прежде всего ассоциируется с двумя основными составляющими этого города – углем и металлом. В начале 70-х годов 14 шахт города добывали угля больше, чем Италия, Бельгия, Испания, Португалия вместе взятые. Эти земли историки называли «диким полем». Жили здесь и скифы, и сарматы, и аланы, и хазары. В 16-17 веке эти земли стали казацкими. Территория, где сейчас расположены Макеевка и Донецк, были постоянным предметом спора запорожских и донских казаков. При въезде в город нас встречают крупные торговые магазины, где люди покупают банально от гвоздей, заканчивая строительными материалами для загородного дома. Первая наша остановка – это собор Георгия Победоносца в Макеевке. Православный храм – собор Донецкой Мариупольской епархии, построенный в середине 90-х – начале 2000-х годов в византийском русском стиле. Большой духовный центр и одна из крупнейших новостроек Макеевки в последние 20 лет. 24 сентября 2010 года в Макеевке на площади перед Дворцом Пионеров установили уникальные солнечные часы. Жители города сразу же окрестили часы, над которыми трудились макеевские и донецкие архитекторы, главной достопримечательностью. И это вполне справедливо, ведь на сегодняшний день эти часы самые большие на территории СНГ. Стержень или гноман установлен параллельно земной оси и указывает на полярную звезду. Роза ветров своими стрелками обозначила стороны света, а на циферблате, кроме цифр, расположены и знаки зодиака. Адресная система города является самой сложной во всей Центральной Европе. Путаницу привносит также дробная нумерация домов. То есть, поминованы не только все улицы, но и все переулочки. Дома на перекрестках имеют два номера, относящиеся к обоим геонимам. Адрес записывается через дробь. По некоторым оценкам, в городе имеется 157 улиц с одинаковым названием. В городе множество беспорядочно застроенных поселочков, именуемых в народе Нахаловка. Здесь нумерация домов абсолютно хаотичная, с выскакивающими трехсотыми, а то и пятисотыми номерами среди четырнадцатых или тридцатых. Добрался я до городского парка в Макеевке. И сейчас хочу показать, как он выглядит зимой. Слышите, как снег под ногами скрипит? Это означает, что на улице мороз. Этот парк не сильно большой, но аттракционов здесь хватает. Многие комментаторы скажут, почему ты ездишь и показываешь парки зимой. Сейчас такая пора года. Ждать лето это не вариант. Поэтому по возможности будем ездить и показывать вам то, что происходит на сегодняшний день. Почему бы вместе с вами не прогуляться по зимней Макеевке? Поддержите меня лайком, я же не зря стараюсь. Карусели. Вот это колесо обозрения поставили по центру, оно и привлекает внимание. Похожее стоит в Седово. Вот чем-то оно напоминает. Тоже невысокое. У Седово метров 15, не больше. Машинки. Еще на летней резине, видите, не переобувают. Да. 13 колеса. Ну зачем переобувать? Цвет от снега еще больше отражается. Солнышко пригревает. Красиво. Я вообще в этом парке ни разу не был. Поэтому, как и вы, я вижу это все в первый раз. Что тут вам еще рассказывать, показывать? Вы лучше посмотрите. Если так взять, то все города, которые находятся на Донбассе, между собой схожи. В плане архитектуры. Преимущество невысокие здания. И стиль у всех практически одинаковый. Сейчас уже 21 век на дворе. Иногда смотришь на другие города. И там как-то дома стараются выделить. То есть какие-то яркие цвета. Зеленые, красные. Дома монолитные. Обивку делают из разных цветов. Поэтому как-то сейчас это все по-другому выглядит. Но может кому-то нравится еще тот старый стиль. Напишите в комментариях, какие вам дома больше по душе. Старенькие или новые. Новостройки. У стареньких домов стена 50-70 сантиметров. Слышно, конечно, соседей. Но не так. А у новостройки, особенно вот этой монолитной, где перегородки сделаны для того, чтобы отделить квартиры, то под низом слышно, как чайник включается. Тишина. Можно ходить и ходить так по лесу. Это все искусственно насаживали, насаживали. В итоге получается вот столько деревьев насадили. Я перед тем, как выходить на улицу, ночью думал, стоит ли записывать вам видеоролик. Так как ночью было минус 23, точнее в 6 часов встал утро, посмотрел на градусники, мне как-то перехотелось идти вообще куда-то. Посмотрел, многие машины не смогли завести, прикуривали. Думаю, да не пойду. Как-то в следующий раз дождусь. А потом стоп. Меня же смотрят огромное количество людей, которые ждут с нетерпением мои видеоролики. Ну вот, сейчас хожу и показываю вам просто окрестности. Вначале было немного закадрового голоса, а сейчас просто пройдемся, прогуляемся. Я хочу сделать ролики по-особенному, то есть стиль и влогов, и посмотреть что-то интересного. Просто пройтись и погулять. Подышать воздухом. Ну и вы, соответственно, тоже со мной подышите. Дерево упало, теперь не проедешь. Вон, хотела машина заехать. Не знаю, в какую сторону я направляюсь, но следы есть, значит, я на правильном пути. Можно будет направо повернуть. Скорее всего, что мы выйдем туда, откуда заходили. Давно я такую зиму не видел. То обычно снег выпадет и даже суток не полежит, все, к вечеру тает. А это навалило сантиметров 20 и мороз такой хороший. Смотрите, как через деревья свет пробивается. А вы выходите на улицу гулять по таким местам? Даже просто пройтись. А почему бы и нет? Это сколько снега потом растает и почва пропитается водой. Много деревьев завалено. Не знаю, с чем это связано. Вроде дерево не сильно старое. Видимо, от ветра. Хорошо еще то, что ветра нет вообще. Поэтому вам чуть лучше слышно, чем обычно. Там еще вниз, вниз, вниз можно идти. Карусели показал. Зиму показал. Мороз вы ощутили через камеру. Будем возвращаться туда, откуда мы пришли. Дорога вниз идет. По идее, этот парк можно продолжить. Но там, в принципе, каруселей достаточно. А здесь оставили для прогулок. Птички поют. Вот смотрите, я вот недавно говорил за стиль. Вот темно-коричневая плиточка. Может, светлая. И вот так все обкладывали. Но какие стены. Даже это не жилое здание было. Какая толщина стен. Вот что значит строили на века. Сейчас на дом смотришь. Вроде бы выглядит старовато. Узнаешь то, что он построен в 52 году. Смотришь так. Практически еще 30 лет и будет столетие. А сейчас новостройку глянешь. Она вроде бы стоит. Ну, за нее какие-то негативные отзывы. Я не знаю, с чем это связано. В основном все жалуются на звукоизоляцию. Очень тоненькие коробки. Так назовем. Поэтому многие не покупают жилье в новостройках. Ищут вторичный рынок. Ну, а большинство людей, конечно, хочет себе купить и построить дом. По возможности. Вот так походишь по морозу. Придешь домой. Лицо красное. Минут через 5 еще будет краснее становиться. Так как с холода в тепло сосуды начинают немного расширяться. Вот внешнего воздействия. И потом лицо так приятно щипет. Но в основном главное, чтобы ноги и руки не замерзли. А то остальное ладно. Вот что интересно. Лавочки стоят. А где урны? Это вопрос. Там лавочка стоит урна. Там лавочка. Может тут как-то по-другому все сделано. Но я привык, что возле каждой лавочки стоит урна. Не знаю. Как-то это непривычно. Может здесь не мусорят? А нет. Вон с той стороны одну увидел. Может своровали. Или их не было. Смотрите какие сосны прикольные. Даже он тут афотографировался. Цвет такой приятный. Желто-зеленый. Наблюдательный пункт. И карусели в снегу. Ждут когда это все растает. И крутить по новой надо будет. Детей. Людей. Лавочку еще кто-то завалил. Зачем? Непонятно. Мой кто подскажет. Зачем такое творить? Стояла себя, никого не трогала. Нет, надо. Начудить что-то. А, туда же падали. Опа. Так. Опа. Есть. И здесь сейчас. Все. Так. А ты больше не падай. Показал я вам парк. А сейчас поедем в другое место. Утром каждый из жителей Макеевки может наблюдать миграцию людей на учебу и работу в Донецк. А вечером наоборот. Иногда даже кажется, что по вечерам весь Донецк уезжает домой в Макеевку. Особенно это видно по трафику от мотеля в сторону Чайкинского кольца. Недалеко от автостанции есть парк Василия Джарты. Как и на Красном базаре, в войну он стал местом массовых убийств. Память о жертвах, которых на входе встречает Стелла. Жертвам фашистского террора. Посмотрим, что здесь интересного. Хотя, что сейчас может быть интересного, кроме деревьев в снегу, лавочек, заметенных снегом, и солнца на фоне снега. Еще один парк. В Макеевке их очень много. Сейчас пройдемся, глянем. Дорожки некоторые уже натоптаны. Я вот так смотрю. В Макеевке действительно очень много насажено деревьев. Куда ни глянь, зеленый город. Ух ты, погоня. Может это его территория. И нам придется тоже отсюда уйти. На лево и на право дорога. Давайте сюда пройдемся. Торговый центр. Когда-то был. Елки уже больше, наверное, 20-30 лет стоят. И вот в любом городе, в парках, вот такие раньше ели садили. Есть зеленая, а есть такая голубая ель. И они отличаются по цвету. На солнце, когда смотришь, особенно на фоне бликов, есть разница. Видите? Голубоватый цвет. И снежок. Так, ну тут показывать нечего. Можно пойти будет в ту сторону. Там немножко поболее развернутый парк. А так, улицы как улицы. Вот как живут люди на Донбассе, меня спрашивают. Вот я вам показываю один день из жизни. Вышел, прошелся, погулял по парку. Что вам еще показывать? Какие здесь есть места, вот показываем. Парки. Какие-то интересные ключевые точки значимые. Люди есть, но мало. Кто сейчас гуляет. Во-первых, будний день. Время. Часы даже вон прихватило. Время полтретьего. Как раз сейчас пик. Все на работе. Кушают, наверное. У кого перерыв. Обычный рабочий город. Ничего сверхъестественного здесь нет. Вот девятиэтажка. Вот цвета. Красный, желтый. Ну, как я и говорил. Так, песик, текай отсюда. Вот тебя уже нагнали. Сейчас с той стороны обойдем. В ту сторону глянем, пройдемся. Дорожки расчищены. Что касается цен на продукты. Я вам так скажу, особо ничего не изменилось. Вообще. Пенсии подняли немного. На 17%. А так все в достаточном количестве есть на прилавках, магазинах. Никакого дефицита не наблюдается. Ну, сезонное подорожание овощей, фруктов, яиц. Свинина немного упала в цене, так как праздники уже закончились новогодние. Скоро весна. Поэтому будет на удешевление идти все. Вам, наверное, солнце светит в камеру. Ну, отворачиваю. Идем дальше. В принципе, как и большинство парков. Вот если сравнить в Донецке, парки, то то же самое. Но здесь, смотрите, здесь возле каждой лавочки есть урна. Возле каждой. Там есть, там есть. С той стороны лавочек нет. Во всех городах парк назывался в честь известных людей, которые внесли свой вклад в развитие того или иного региона, либо города. Ну, вот мы в этом парке. Александрия. Это кафешка. Тилетняя площадка. Показывал я вам автостанцию в неподалеку. Ну, и вот. Тут центральная улица аллеи. Вам нравится, как снег хрустит? Мне лично, да. Очень. Смотрите, какие глыбы снега на деревьях. Просто большие глыбы. Так и назовем. Сюда встать. И фоточку сделать. В замедленном режиме. Вот так как я один ролик снимаю, поэтому не получится. Разве что вот так. Вы в замедленном режиме увидели. Я думаю, прикольно. Здесь сосны. В парках преобладают хвойные деревья. Представьте, какой здесь запах летом. Тут кормушку повесили. Сколько еды здесь нет. Все поели, либо не было. Молодцы заботятся. Я заметил еще звук на пешеходных переходах, где светофоры. Обозначение для слепых. У них специальные там есть комбинации звуковые, по которым они определяют, можно ли дорогу переходить. Не во всех местах есть, но это заметилось мне. Снега. Раз, оттрусил. И дерево немного задышало. А то ветки поклонило. Вот детская площадка еще одна. Надо было по дорожке идти. Но тут тоже есть дорожка. Своя натоптанная. Кто-то гуляет. Лазят по этим всем штуковинам. Сегодня мы побывали в Макеевке. Показал я вам немного интересных мест. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И чтобы не пропустить новую серию, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами на канале был Виконспа. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!